Физкульт-привет, дорогие друзья! В эфире программа «Спорт на Дону» в студии Роман Саганов. И с удовольствием представляю наших сегодняшних гостей. Это боксер-профессионал Гасан Гасанов, обладатель двух чемпионских поясов WBA и WBO Азия, а также его тренер Дмитрий Павлюченков. Здравствуйте, ребят! Здравствуйте! Гасан, ну совсем недавно состоялся у тебя бой в Китае. Расскажи нам подробнее об этом. Ну, предложение поступило подраться за два титула. Мы сразу согласились, начали готовиться. В принципе, время было нормально, месяца-полтора. Были в хорошей форме, подошли еще лучше к бою и полетели туда. Два красивейших пояса. Какой из них WBA? Это вот этот WBA. А это WBA. А почему сразу за два пояса, два титула? Это как? Один бой, два титула, да? По двум версиям. По двум версиям, да? Да. А как это так? Может такое быть? Можно. Можно сразу за все боксировать. Можно и за четыре подраз. А все зависит от организаторов, кто организовывает, как они хотят. Вот в этот раз организовывали китайцы под своего боксера сразу два титула. И вот. И мы забрали. А соперники, что до этого знал вообще? Или первый раз не встречался? Первый раз видел, как поступило предложение. Посмотрел в ютубе. Там есть у него один бой был. Так посмотрели. Ну, в принципе, там немного. Один бой все. Посмотрели. Ну, что там. Боксер как боксер. Обычный боксер, да? Китайский только. Клинный только для Китая. А вообще о ходе боя расскажи. Бой длился. Ну, я не рассчитывал, что будет на всю эту дистанцию будем боксировать. Думал, как-то не дадут мне. И рассчитывал, что досрочно закончить. Ну, китайцы оказался крепкий, выдержал все натиски, все удары. И пришлось до конца боксировать. Нормально. 10. Все полностью 10 раундов? Да, все полностью 10 раундов. Как мог, как старался, как мог. Ну, дали мне китайцы на удивление. Был уверен, что они дадут. Все судьи единогласно отдали Гасану. Практически все раунды. Там, может, было пару раундов спорных. Ну, и то спорных. Потому что в Китае так, в принципе, они все выиграли. Если бы в России, не было бы спорных. Нет, нет. Ну, все раунды выиграл, все четко. Ну, очень крепкий китаец. Голова очень крепкая у него. От таких ударов обычно на Гасана падает. Ну, сбил ему, конечно, пыл быстро. Все 10 раундов доминировал. Дим, как тренер себя чувствует в этот момент? Что чувствует тренер? Когда побеждает? Нет, во время боя, да. Во время боя, например. Ну, как будто там в ринге я также с ним вместе боксирую. Ну, помогаю, комментирую, там, говорю, что делать. Слышит. Слышит, да, Гасан? Слышно тренером из-за этого шума? Особенно в Китае. Только русская речь была. Да, да, да. Слышит, да. Ну, в основном в бою только тренера и слышно. Все это как-то не слышно, непонятно. Тренера отчетливо слышно все подсказки и все, что он говорит. И это важно, когда боксер именно выполняет то, что ему говорят. Это очень важно. Вообще, китайские боксеры-профессионалы, я вот, честно, первый раз слышу. Такие есть в мире? Ну, недавно. Вот из-за известных. Только недавно они начали вообще в профессиональном боксе боксировать. И вот они сейчас очень большими шагами сейчас развивают бокс у себя профессионально. Сейчас очень много турниров стали проводить. Прям вообще один за одним. И уже на уровне таком высоком мировом. Еще несколько лет и все услышат о китайцах. Потому что они сейчас взяли там трениров кубинских. Там приглашают профессионалов. Мастер-классы всякие. Да, да. Ну, хотят развиваться. Я думаю, у них получится. Потому что они очень такие целеустремленные. Гасан, я тут прочитал случайно, что во время боя или после боя у тебя родился сын. Ты об этом когда узнал? Да, в следующий день родился. Узнал, когда в Москву прилетел. Наладил интернет, в телефоне увидел поздравления одни за другим. И понял, что родила. А если бы до боя ты узнал? Как-то может не 10 раундов, а может в 2 раунда уложился? Нет, я думаю, что нет. Ну, от этого, конечно, особо ничего не поменялось бы в бою. В бою я и так старался все, что мог делать. Ну, может, был бы какой-то такой... Ну, дополнительный кураж был бы. Да, дополнительный стимул. Как назвали сына? Али. В честь Мухаммеда? Нет, не в честь Мухаммеда. Ну, мне сразу приходит Мухаммед Али, Катя Усклеева. Нет, не в честь Мухаммеда Али. Сын боксером будет? Дай бог, будет здоровым боксером из него делать. Дим, а вообще, как вот, расскажите, как в Китае обстановка, да? Как вот спортсмены там, как зрители, трибуны, как реагировали на все? За кого болели? Все-таки, может, кто-то за нашего боксера болел? Ну, за кого болели, я так особо не помню, потому что я весь сам в бою был. Ну, конечно, за своего они болели. Ну, вообще, люди доброжелательные, все спокойные, все занимаются спортом. Там по вечерам все стадионы у них, там площади забиты, там они постоянно там какой-то мушу делают, танцы. Ну, в принципе, молодцы. Да, прям на улице. Там кто-то им показывает, и они все повторяют. Ну, молодцы, вот это понравилось. Ну, а к боксу у них как? Много народа? Да, зал забил был, да. Ну, болели, да, болели сильно. Ну, и когда Гасан выиграл, все хлопали, все подходили фотографировать. Не то, что там все, обиделись, наш не выиграл, ушли домой. Нет, очень доброжелательно, подходили, поздравляли. Ну, а вы как тренер, обрадовались? Ну, естественно. Сильно? Эмоции прыгали? Победа, это точка нашей работы, вот двухмесячная, вот что мы работали, готовились. Ну, понятно, не двухмесячная уже, сколько лет, но вот именно подготовка к бою, и вот эта точка завершения, вот эти два пояса победа, конечно, рад. Дорогие друзья, мы сейчас ненадолго прервемся, потому что мой коллега Лев Клинов уже готов познакомить вас с другими новостями из мира донского спорта. Лёва, слово тебе. Спасибо, Роман, здравствуйте, уважаемые любители спорта. Сейчас мы находимся в ростовском бассейне «Волна», рядом со стадионом «Динамо». Наверняка многие из вас здесь бывали. И дело в том, что сейчас здесь проходит первенство России по водному полу, и сборная Ростовской области в первом матче обыгрывает команду Краснодарского края. Пока концовки поединка, счет 7-6 в нашу пользу. Нам доверили открывать первый тур чемпионата России до 17 лет. Ранее в Ростове не проводились такие соревнования за всю, в принципе, историю, которую я помню о водном полу. Таймал, Краснодарский край. Это, значит, на сегодняшний момент сейчас участвуют в соревнованиях 7 команд. 3 питерские команды, 2 краснодарские краснодара Краснодарского края, Воронеж и сборная Ростовской области. На последних минутах гости смогли сравнять счет 7-7. Начинаем первый этап первенства страны с ничейного результата. Мы не привыкли, как я считаю, к таким мячам. Мы не могли разобраться, как бить. И когда уже начали потихонечку разбираться и разыгрывать свое, то мы начали забивать. Вначале у нас защита не очень соображала, кто у них будет и как бить. Нам сказали, кто у них там основной, но у них все равно получалось сделать удары. Поворотом и шли голы. Подробнее о первом ростовском этапе первенства России мы расскажем уже в субботу в 19 часов в нашей программе «Спорт на Дону». Ну а пока хотелось бы посмотреть небольшой отчет о поединке во Франции гонбольного клуба «Ростов-Дон», который в Лиге чемпионов оформил путевку в следующую стадию, обыграв команду «Брест-29-23». В основе Ильина вместо Барбосы непривычным составом начал гостевой матч с французским «Брестом» тренер «Ростов-Дона». И на старте замена сыграла. После легкой пробуксовки, а первый мяч наш клуб забросил только на четвертой минуте, убегаем в отрыв 7-2. Особенно хороша Юлия Моногарова, раз за разом забивает в зрелищных прыжках и в быстром отрыве. И в позиционных атаках с 6-ти метров. Только до перерыва Юля забьет 6 голов, а в целом у команды получается не все, и соперницы постепенно подтягиваются. В одном из эпизодов фратарь «Бреста» показывает навыки полевого игрока, добежав до наших ворот и сделав голевой пас. Отдыхать уходим с плюс один благодаря точному броску вяхеревой на последней секунде. А начало второй половины стало безрадостным для обеих команд. Ростовчанки за 15 минут забрасывают всего три гола, упорно отправляя мяч в голкипера. Хорошо еще, что соперницы точностью тоже не блещут и выходят вперед лишь на одно точное попадание. А потом наши девушки делают мощный рывок 5-0 под руководством Анны Вяхеревой. И за 10 минут до финального свистка ведем 23-18. Дальше дело техники, в итоге победа 29-23 на счету Моногаровой почти треть голов. Восемь. У нас получилось два неудачных выезда в Диор и Митю. И поэтому эта победа действительно укрепляет наше психологическое состояние и дает возможность на будущее играть более уверенно на выезде. Ростов-Дон вышел в основной групповой раунд Лиги чемпионов, но остается еще один важнейший матч в субботу дома с датским Митюландом. Тем временем в Ростове в четвертый раз состоялся областной юношеский турнир по рукопашному бою «Открытый кубок доблесть». Армейский рукопашный бой – универсальная система приемов защиты и нападения, соединившая в себе ударную и борцовскую технику. Армейский рукопашный бой – это самый демократичный бой, как говорят, самый рукопашный бой в мире с использованием защиты для детей, делать его безопасным. Это наш отечественный вид, который придумали воздушно-дистантные войска. Организаторы «Кубка доблесть» презентовали три выставочных поединка по новым правилам. Спортсмены вышли на бои без шлемов и к тому же могли проводить удушающие приемы и болевые в стойке. А вообще удушающих в армейской рукопашке нет, а болевые, возможно, только в партере. Ощущение, конечно, с одной стороны удобно, но с другой, как бы каждый удар чувствуется, нет такой защиты. И вот мы смотрели, были два боя, они закончились досрочно из-за того, что отсутствует защита. Дисциплина новая, но пока первые соревнования по этой дисциплине. Будем развивать, будем развиваться, тренироваться, выступать. Эти нововведения пока неофициальные. Юные спортсмены их не опробовали и выступали в полной эгиперовке. В соревнованиях приняли участие полторы сотни парней со всей Ростовской области. Бойцы в возрасте от 8 и до 14 лет соревновались в 9 весовых категориях. Он мне очень нравится. А чем он тебе нравится? Что здесь можно бороться, ну, драться, ну, и еще участвовать, конечно, на соревнованиях. Самые юные участники не знали усталости. После поединков им хватало сил бегать и прыгать за пределами ковра. Разницы нет, займут они первое или второе место, они воспитывают здесь. Силу воли. Та, которой нужны и девочке, и мальчику для того, чтобы здесь состояться. Залютное уверенность, что спорт дает возможность выхода лишней энергии. Они в классе спокойны. Многие учителя отмечают, что дети, которые занимаются спортом, они более усидчивы. В итоге первое общекомандное место завоевали спортсмены Ростовского спортивно-патриотического клуба «Доблесть». Второе у сборной «Сальска». Бронзовые награды у бойцов Донского кадетского корпуса имени Николая II. А на сегодня все, я с вами прощаюсь. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. А я передаю слово обратно в студию, Роман. Лева, спасибо, а мы продолжаем. Я напомню, сегодня у нас в гостях боксер-профессионал Гасан Гасанов, обладатель двух чемпионских поясов WBA и WBO Азия, и вот тренер Дмитрий Павлюченков. Гасан, расскажи о себе, как ты пришел в бокс? Во сколько лет пришел в бокс? Я в 14 лет приехал в Гостов. Ну, для бокса, да, это так поздновато. Вот, дядя меня забрал с Дагестана, привез сюда, поступил в училище, учился. И, ну, и как любой парень, чтобы из-за себя постоять, за своих близких, отдал в бокс. Ну, и оттуда пошло у меня потихоньку все. Кто первый тренер у тебя? Первый тренер. Можно привет вам передать? Я с удовольствием передал, передаю, вернее, приветствую ему первому тренеру Стабакову Валерию Яковлевичу. Во многом ему обязан, он очень вложил многое во мне и очень благодарен ему. Я вот сюда задаю такой вопрос борцам и боксерам. Вот почему ты не выбрал бокс, а не борьбу, например? Чем заинтересовал тебя бокс, чем увлек? Да, ничем особо. Вот, когда я, дядя меня забрал с братом, и с братом, год старше меня, брат мой, вот, и они, ну, надо куда-то в спорт отдать, там, и вот дядя как раз спросил, или на борьбу, или на бокс. Вот, они как-то с братом решили, что на бокс, случайно. Мое мнение особо не интересовалось. То есть ты послушался за губы? Я за братом, да. Я за братом, да. Гасан, сколько у тебя профессиональных боев? Двадцать один бой у меня, двадцать один, вот, пятнадцать выиграл, пять проиграл, и одна ничья. Впереди что у тебя? Какой бой еще? На данный момент это большой шаг в моей карьере, это очень большой шаг, я бы сказал, самый важный шаг. Сейчас дальше будем готовиться, будем смотреть, какие будут предложения, какие будут, там, перспективы, все это. Ну, будем защищать пояса. Да, вот, а что нужно пояса, вот, да? Рейтинг дают. Рейтинг. Он уже идет в рейтинге этих мировых организаций, он стоит в рейтинге, вообще в рейтинге мирового бокса всего он стоит. Нужно пояса отстаивать, нужно новые какие-то искать, забирать. В общем, двигаться вверх чемпионским титулам, поясам. Какой предел у тебя будет в спорте, вот, какой пояс? Ну, чемпионы мира, как и все боксеры. Дмитрий, как обстоят дела сейчас в федерации, давайте начнем с профессионального бокса. Кто у нас еще впереди, может, поедет, может, кто-то выступил, может, мы знаем. Сейчас мы готовимся, у нас в Воронеже 18 ноября будет у Олег Клыча Камбулатова, нашего ростовского боксера, будет бой за титул чемпиона России с воронежцем Сергеем Шараповым. Очень интересный бой будет, напряженный. Там парни оба сильные, оба опытные. Олег Клыч Камбулатов чемпион мира по ЮБО. Сейчас, я думаю, должны выиграть и забрать чемпионский пояс чемпиона России. Так, ну давайте в любительском боксе, а в детском боксе, что у нас интересного будет, например, в Ростовской области, какие турниры нам ждать? Ну, в принципе, сезон уже закончился, у нас все основные соревнования прошли. Сейчас еще несколько турниров будет до конца, до конца года. Ну, там, в Ростове, в области, ну, в основном уже по детям. А так, подготовка уже к следующему сезону, с января, мы уже опять начинаем все сначала двигаться к чемпионату России и дальше. Гасан, вот бой выигран. Вот сейчас какие планы? Вот отдохнуть или тренироваться продолжить? Пока отдохнуть, да. С сыном время провожу много. Ну, и в скором времени буду начну тренироваться также. Будем продолжать. Ребят, огромное спасибо, что пришли к нам в гости. Гасан, тебе еще чемпионский пояс, как ты мечтал. Дмитрий, а вам побольше таких вот профессионалов-боксеров, которые завоевывали поясабы. Спасибо большое. Дорогие друзья, это была программа «Спорт на Дону». В студии был Роман Саганов. Увидимся ровно через неделю. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова